Вышел в лес, выбрался в такой лиственный лес, походить по нему и посмотреть где какие травы в этом сезоне нужно будет собирать именно в этом месте. Вот пока ходил, уже нашел я очень много тысячелистника, хвоща, вот молодой щавель вылез, можно уже рвать и собирать его, можно щи из него делать. В березке уже, смотрите, как листочки выпустили свои. Сейчас пойду посмотрю, Иван-Чай, плантацию свою. И посмотрю, как набедокурил бобер, построив еще одну пластину. Чувствую, Иван-Чай надо будет сегодня пораньше набрать, до цветения. Так, а этот похоже на душицу, только старый. Так, вот они, вот у нас старая плантация Иван-Чая, вот Иван-Чай, старый правда. А новый, вот он только лезет. Вот получается Иван-Чай, только-только лезет он. Ну его, в принципе, тут еще достаточно, достаточно много для того, чтобы прийти и в следующий раз собрать. Вот он, кстати, лезет, можно наблюдать его. Можно таким молодым набрать, сейчас чуть-чуть подлезет он, Я его наберу и накатаю первую часть лезет. Да, вот он, кстати, много лезет. Ну пока мне остальных страх не встречается, надо будет на новое место съездить и там посмотреть. Что-то я не очень сильно полынь наблюдаю. Может быть, хотя нет, я встречал ее там повыше, ее было много. Сейчас тут и не очень. Бобер нам здесь устроил такую плотину внизу. Себе наслаждение, вот такую вот он сделал плотину. Почему-то он не поедает остальные деревья, а поедает только осину. Да, только осина поедает. Прогулка по весеннему лесу. Так, пожалуй, я обойду. Теперь главное, чтобы не провалиться. Вот тут вот бобер набобрил нам. О, тут рыба, что ли, плавает? Такие прям разводы, как от рыб. Или головастики. Или лягушки. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Жучков много. Вот они плавают. Плавуны. Ну, думал, здесь какой нагреб. О, не заточил бобер. Рудники собираются, пьются вот в этом месте. Вот, и, соответственно, здесь вот еще и бобер плавает. Нагреб вот такую плотину. Я сейчас по ней иду. Достаточно твердая. Вот он даже здесь ползет. Видно вот след его. Вот такой след. Да, так жутковато. Немножко такое место жутковатое. Но пока я бобра не вижу. Он, наверное, спит. Или ждет, когда я уйду. Теперь я думаю, что не представляется возможным убрать такую плотину. Потому что она вся состоит из плавок, земли. Так вот он постарался. Молодец, трудяга. Кстати, выше, наверное, тоже себе сделал он там. Это, так сказать, верхний его предел. Вот этот верхний его предел. Это вот нижний предел. Кстати, здесь он уже ползает. Вот еще одна его ползанка. И уже, соответственно, тащится вот туда вот он. Ну, может быть, благодаря ему и образуется тропинка туда внизу сходить. Я хотел сходить туда для того, чтобы у меня есть магнит. Покидать его в озеро. В старинное озеро. Ох ты! Сколько он же нагородил-то? Крапива растет. Сюда приду. Место экологическое. А этот, наверное, растет у нас пустырник. Вот водичка журчит. Ага, уже чуть сливается. О, кстати, как вариант, здесь можно расшить побольше. И как раз сливаться будет у нас вся отсюда. Да, кстати, наверное, я здесь постараюсь и выкопать ее. Вот в том месте разломать. Попробую плотину. И вот в этом месте разломать. Сначала здесь, потом там. Я думаю, бобер меня за это не сильно будет ругать. А если будет ругать, то я убегу. А вот, кстати, хвощ. Не знаю, полевой это, лесной, овражный. Но это хвощ. Молодой пока. Скоро тоже собирать можно будет. С пустырником пить вместе. Вот у воды было холодно. А сейчас поднимаюсь вверх. И теплота прям аж дышит. Вот в таком лесу я люблю гулять. Здесь у нас есть большой родник. Очень древний родник. Примерно, наверное, с девятого века. Может и больше. В нем очень много серебра. Сейчас-то не дойдем до него. Вот, как вы видите. Переточил. Бобер все поломал. Он, кстати, что-то себе там подстраивал. Сейчас можно уже спокойно подойти, не боясь провалиться. Он же накидал здесь специально. Вот родник достаточно такой большой, сильный. Подойдем поближе. Вот такие камешки здесь красивые. И вот такой родник пить можно? Да. Можно пить. Родник достаточно сильный. Можно почистить и начинать его прямо отсюда пить можно. Так, а это походу он себе здесь наковырял. Что-то новое себе наковырял он здесь. Тут песочек у нас и почему-то какая-то... А, это, наверное, торф. Типа торфа какая-то вещь. И вот тут тоже бежит родник. Места у нас здесь древние. Очень, очень древние. Ух ты, чуть не упал. Вот. Кто-то здесь копается. Бобёр, наверное, может быть. Как их называют-то? Береги. Вот такие, видите, места у нас здесь непролазные. Все бобёрно. Тут помогает, старается. Труженик. Вряд ли я пройду здесь. Но попробовать можно. Назад. Ух ты. Здесь там проваливаешься вниз. Оттопаешь, так сказать, грязи. Все поднято. Вода поднялась. И, соответственно, грязь стал таким достаточно вязким. Вот он себе накопал здесь тропинок. Для того, чтобы его подниматься, опускаться. Ну, там можно пойти попробовать пройти. Главное, чтобы не шлепнуться. А еще, чтобы телефон не уронить в воду. Камерун в воду не уронить. Ого. Сильно так завязаешься. Мне кажется, если сейчас здесь спрыгнуть, то как раз по щиколотку уйдешь в воду. Попробую я здесь сейчас допрыгать мелкими быстрыми перебежками. А нет. Вот таких вот он тут норок накопал. Вот такая моя прогулка в сегодняшнем лесу. Что-то он там опять поднял. Ага, плотинку поднял. Ого, рыбки плавают, надо же. Я не думал, что они здесь уже проснулись. А этот течет тоже у нас родник. Достаточно сильный, мощный. Так вот можно. Мощный родник. Видишь какой. Подумал, змея. Вот уже шмелек прилетел. Ну ладно, не будем мешать жить своей жизнью. Нужно выбираться будет к дому. А то сейчас темнеет и в лесу начнется своя собственная жизнь. Так что всем пока. Буду снимать очередные видео. Спасибо. Спасибо.